Волейбольный клуб «Приморочка» провел первые домашние матчи в этом году. Соперником нашей команды на два дня стал Воронеж. В стартовой игре приморцы почти в каждом отрезке сначала давали гостям фору, однако вскоре догоняли их. Победа в двух первых партиях со счетом 25-12 и 25-21 предвещала успешный финал, однако воронежцы так не думали. Белосинии смогли сравняться и вывести матч на тайбрейк. Но все же на коротком игровом отрезке наша команда взяла третье и победное очко. Во втором матче гости уже не позволили «Приморочке» так смело открывать счет. Напряженные долгие партии, одна из которых дошла вплоть до 28 очков, вновь привели к тому, что судьбу победителя дано было решить тайбрейку. Здесь Воронеж начал, а Владивосток закончил. 15-9 и вторая победа «Приморочки». Воронеж – приличная команда, отыграла хорошо. Нам же играть было тяжело оба матча, особенно во втором. Не было одного доигровщика и замен полноценных ему не нашлось. Из-за этого не дорабатывали – либо бьем в аут, либо в блок. Но все же спасибо девчонкам, что они выдержали и смогли дожать концовки. «Приморочка» продолжает удерживаться на второй строчке высшей лиги А. Следующие две игры наши девушки проведут уже 21 и 22 января с Череповецкой северянкой. Гранд-финал Кубка России по киберспорту состоится в Москве. В компьютерных соревнованиях, которые пройдут с 20 по 22 января в столице, примут участие и приморские геймеры. Они завоевали путевки на этот турнир в отборочных этапах и региональных финалах в 2016 году. В целом же от Дальнего Востока бороться за призовые места будут 4 команды по 5 человек и 2 одиночных игрока. Наши киберспортсмены будут выступать в трех дисциплинах – Counter-Strike, Dota 2 и карточная игра Hearthstone. Причем, как считают организаторы отборочных игр во Владивостоке, шансы на хороший результат у дальневосточников довольно неплохие. Наши команды по Counter-Strike, в частности Replace.net, уже занимали первые места в Москве – на GSL Open. А команда Team Slark показывает неплохие результаты на крупных европейских турнирах, играя даже с представителями про-сцены. Остается только пожелать им удачи, ведь Кубок России в Москве – это настоящее испытание. В командных битвах победители разделят призовой фонд в более чем полтора миллиона рублей. В одиночных играх его сумма будет более 300 тысяч. Кроме солидного денежного приза, победители также получат приглашение на международный турнир серии «Эпицентр». Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. Продолжение следует...